Вакцинация это тот вклад, который мы сами можем внести в защиту самих себя, а также наших родных и близких. За сутки в Эстонии выявлено 548 случаев заражения коронавирусом. Умерли 4 человека. Но ведь не только коронавирус несет опасность нашей жизни и здоровью. На страну надвигается изрядно подзабытый грипп, о чем и напомнит сегодня главный специалист Центра гриппа Департамента Здоровья Ольга Садикова. Оля, добрый вечер. Добрый вечер. Ну действительно, в свете коронавируса мы как-то подзабыли про грипп, однако ВОЗ предрекает то, что работы у специалистов по гриппу будет немало в этом сезоне. Да, к сожалению, очень на это похоже, потому что предыдущие два года у нас не было гриппа практически, благодаря или из-за введенных жестких ограничений, локдауна, социальное дистанцирование, контроль за больными. А сейчас ограничения снимаются. Ограничения снимаются, а неиммунная прослойка, то есть люди, которые, особенно дети, которые вот уже два года не контактировали, а маленькие вообще никогда не контактировали с вирусом гриппа, это количество людей значительно возрастает. Поэтому количество людей, которые были бы восприимчивы к гриппу, очень-очень большое. И вот последние наши исследования показывают, что если в прошлый сезон у нас кроме риновируса неприятного, но тем не менее это вирус насморка, скажем так, то теперь у нас появился вирус парагриппа, у нас появился РС-вирус, и, в общем-то, это предвестники того, что вирус гриппа не за горами. Поэтому мы тоже очень опасаемся, что сезон может быть очень тяжелым. Давайте напомним, кто входит в группу риска. В группу риска, прежде всего, конечно, входят люди, у которых иммунная система и так ослаблена. Это люди пожилые, старше 65 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, практически всеми хроническими заболеваниями, особенно если они на серьезной стадии. Маленькие дети, дети до 5 лет, они, в общем-то, тоже входят в группу риска. Но и хотя дети, в общем-то, у нас являются основным разносчиком, скажем так, инфекции, и, к сожалению, в больницу это попадают, и, к сожалению, умирают их пожилые родственники. Поэтому мы крайне рекомендуем, что если, допустим, пожилой человек, и в планах есть, что дети, он будет, допустим, следить за детьми, или за ними кто-то будет ухаживать из взрослых активных людей, то тогда, конечно, окружение мы советовали бы провакцинировать тоже. Потому что не стоит не забывать, что иммунная система у пожилых и у людей с хроническими заболеваниями несколько снижена. К слову о вакцине. Готов ли город? Есть ли вакцина у нас в аптеках или у семейных врачей? Как все это будет происходить? Напомните. В принципе, это будет происходить, как вакцинироваться можно у семейных врачей, вакцинироваться можно в вакцинационных кабинетах, при больницах. Будет ли в этом году вакцинация в аптеке, пока еще неизвестно. Но поскольку там идет и тестирование, поэтому я не могу сейчас с уверенностью сказать. Но в этом году мы впервые вакцинируем пожилых людей, лица старше 65 лет, бесплатно. Вакцинация будет проходить у семейных врачей. Многие переживают о том, что они уже вакцинировались от коронавируса, и теперь еще одну вакцину от гриппа надо делать. Не слишком ли много это для организма? Содержание антигенов, например, гриппозная вакцина, это только поверхностный белок. То есть там антигенная структура вируса. Это минимальное количество. Если сравнить это с тем, что человек заболел и встречается с армией вирусов, потому что вирус гриппа размножается мгновенно, из-за одного вируса через несколько часов у вас уже 100 тысяч вирусов, то нагрузка для иммунной системы, конечно, будет значительно выше при заболевании. То есть можно смело вакцинироваться? Абсолютно. Спасибо за информацию, Ольга. Всего хорошего. Подводя итоги нашего разговора, в котором приняла участие главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, еще раз напомним, что обязательно надо вакцинировать пожилых людей, пациентов со сниженным иммунитетом и детей, которые еще не успели соприкоснуться с вирусами гриппа. И еще раз обратите внимание, что люди старше 65 лет впервые смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа.